Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня буду рассказывать, как стягать одеяло. Я вот укладываю нижнюю ткань у меня. Тут хлопок не толстый, тоненький такой. Складываю маленький сэндвич свой. Верхнюю ткань я возьму белую. Скалываем все это иголочками. Я булавочками большое одеяло скалываю, а маленький кусочек можно иголочками скалывать. Вообще лучше из центра начинать. Поэтому я тоже начну из центра, чтобы можно было края эти все разровнять. Вообще я, конечно, использую специальные лапки для стежки. Я их вам сейчас покажу. Но пока я ждала, пока я их заказывала с Алиэкспресс, и пока, когда только начинала сшить одеяло, мне очень хотелось хоть что-нибудь попробовать сделать своими руками хотя бы первое одеяло. Я сделала, я простегала вручную. Я вам сейчас покажу. Я вот такими вот вязальными нитками тонкими. Я здесь не в стиле петчерк, просто верхняя ткань обычная, полностью целиком кусок. Нижняя я взяла фланельку нежную такую. И вот я прям вручную стегала. Получилось тоже очень симпатично. Смотрите. В принципе, можно так и в стиле петчерк одеяло простегать. Тоже будет красиво. Ну, конечно, с тех пор, как у меня пришли лапки, я заказывала вот такую вот лапку для свободноходовой стежки на Алиэкспресс. У нас стоит что-то в районе 75 рублей, может быть, 80 максимум. Вот. И это для свободноходовой стежки. И вот такой вот называется верхний транспортер. Нижний транспортер у нас есть в машинке. А это так, как тут несколько слоев ткани, чтобы верхняя ткань не отставала от нижних, где транспортер нижний двигает. Вот такой верхний транспортер. Сейчас я вам все покажу. Для того, чтобы шить верхним транспортером, нам нужно сначала снять нашу лапку, которая у нас поставлена. Потом открутить вот этот вот болтик. И снять вот этот вот держатель лапки. Вот сюда, где винтик, вот, видите, вот так вот вставляем и закручиваем опять болтик. При этом вот это вот, видите, вот эта штучка, вот она у нас должна попасть вот сюда, вот сюда. Видите, вот где у нас иголку мы прикручиваем. Вот это вот, вот этими зубчиками своими должна вот сюда зайти. А лапка вот здесь, где мы болтиком ее закрепляем. Вот завинчиваем до конца, чтобы все держалось крепко. Все закрутили. Вот она стоит. В то время, когда будет двигаться иголка, вот эта вот штучка, которую мы сюда зацепили, пластиковая беленькая, видите, она двигается тоже вместе. Этот верхний транспортер очень удобен для стежки прямым швом. Вот. И шьем. Ставим ткань. Иголочку опускаем. Лапку опускаем. И шьем прямой шов, который нам нужен. Вот мы, когда начали стягать, мы вот эту ниточку, которая для начала у нас, на верхний слой продергиваем и завязываем узелок на верхнем слое. С лица, а не с изнанки. Потому что у нас обычно здесь же цветная, разноцветная ткань какая-то. И здесь не так будет видно эти узелки. Делаем это сразу, как только вот прострочили немножко и завязываем узелок. И в конце точно так же продергиваем на лицевую сторону. Снимаем точно так же, откручиваем болтик, ставим свою лапку, которую нам нужно. Сейчас попробуем лапку для свободноходовой стежки. Снимаем верхний транспортер. Ставим лапку для свободноходовой стежки. Здесь точно так же вот эта вот железячка, она должна попадать на вот это место, где иголка у нас крепится. Также, чтобы точно так же она двигалась, поднимала лапку вместе с иголкой. Закручиваем, вставляем вот так же в пазик. Вот точно так же, смотрите, будет двигаться за счет пружинки. И в обязательном порядке, в этом случае, мы отключаем нижний транспортер. Так, я показала нижний транспортер вот так вот, его сюда, он был вот так вот. Мы его переключили, отключили, чтобы он не двигал нам ткань. И вот здесь, вот видите, вот здесь такая дырочка, в этой лапке в нашей, мы в нее вдеваем нить. Туда продели, с этой стороны я вытаскиваю. Все, продели. Вытаскиваем нижнюю ниточку. Здесь я сейчас специально взяла цветные нитки, чтобы было видно на белом фоне, что я буду стегать. Здесь мы должны двигать ткань сами, потому что никакого транспортера у нас тут нет. И если это большое одеяло, то удобнее делать это, конечно, в строительном магазине. Продаются вот такого плана, вот строительные перчатки рабочие. Они с резиновыми пупырышками. И большое одеяло двигается очень легко. Так, ну вот смотрите, мне что нужно сделать? Мне нужно вытащить вот эту ниточку. Иначе, когда мы будем дальше строчить, мы ее пристрочим, и она еще труднее будет выниматься. Я не мастер по стежке. Я просто делюсь тем, что я уже умею. Я еще такой же новичок, как и многие, которые вот только-только начинают. Если вы только начинаете стягать, то советую вам не брать контрастные к вашей ткани нитки, а брать такие, которые незаметны будут. В принципе, у нас же нам иногда не нужна прям вот художественная стежка. Нам нужно просто, чтобы скрепить слои между собой. Чисто практическая цель у нашей стежки одеяло. Вот вытянула наконец-то я ее. Вот, поэтому для того, чтобы не было видно каких-то погрешностей в вашей стежке, берите нитки такого же примерно цвета, как и ваше одеяло. Особенно это имеется в виду для нижней стороны, потому что на верхней стороне это там разноцветие всякое. Все, и пошли дальше мы строчи. Вот какой у вас рисунок лучше всего получается, с такого и начинаете. Вот просто, когда вы рисуете что-то, может, вы даже и не очень-то рисуете. Хорошо. Конечно, с большим одеялом такой фокус не пройдет. Вот, это здесь кусочек маленький, я его вот кручу, верчу, как хочу, так и строчу. А с большим одеялом труднее. Вот, сейчас покажу, что получилось. Опять тоже, в первую очередь, помним, что обрываем нитки и завязываем узелочек сначала. Вытаскиваем снизу нитку, чтобы дальше при последующей стежке эти нитки у нас не тянулись и не пришивались. Начало и конец у нас один и тот же. Вот такие вот рисунки у меня уже получаются. И давайте изнанку посмотрим. Вот изнанка. В принципе, можно и обычной лапкой, но очень тяжело. И будут съезжать слои, получится не очень красиво. Здесь я тоже не сказала, вы когда даже обычной лапкой, или вот если вы даже пользуетесь верхним транспортером, если вы прямые, вот сеточку вы хотите, да, там какую-то, в каком-то виде, вот там, то делайте сначала вот в одну сторону, следующую строчку параллельную, в другую, чтобы вот эти слои ткани не смещались относительно друг друга. Тогда у вас не поедет первый верхний слой относительно нижнего, и все будет аккуратненько. Значит, это я сказала, для свободноходовой стежки лапка на Алиэкспресс в районе 75 рублей. И вот этот вот верхний транспортер, прямо вот для прямых строчек, очень хорошая вещь, спасение. Он на Алиэкспресс подороже, он в районе 700 рублей. Но вещь нужная. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, пишите в комментариях, может быть, что-то вы мне посоветуете, я еще новичок, может быть, спасибо скажете, может быть, вы еще больше новичок, чем я. Ставьте лайки. Спасибо, что досмотрели до конца.